Следующий вопрос. Выбираю ферритап, потому что он в капсулах и содержит фолиевую кислоту. Ну, каждый вправе выбирать формы препарата, которые считают нужным. Здесь капсулы также спорный вопрос с пожилыми, так как я веду курс по гириатрии. Капсулы сложнее проглотить пожилому человеку, да и не только пожилому, это всегда вызывает проблемы. Что касается фолиевой кислоты, то есть данные о том, что аскорбиновая кислота, если мы говорим про сорбифер, она действительно улучшает сасываемость. А данных по фолиевой кислоте нет. Другой момент, что наши врачи любят назначить сразу все. Препарат железа, фолиевую кислоту и витамин В12 до кучи. Поэтому, конечно, кто-то выбирает форму, где есть уже хотя бы два компонента. Неоправданно, на мой взгляд, неоправданно. Если у нас есть сочетанная железодефицитная и фолиевая дефицитная патология, всегда мы рекомендуем разделять. Сначала давать одно, потом второе. Я думаю, что здесь еще тема беременных, что якобы при беременности дефицит фолиевой кислоты, он, конечно, есть, но он интересен до зачатия. То есть, если давать фолиевую кислоту, то давать ее нужно до зачатия, а не после зачатия. Потому что до зачатия мы можем восстановить уровень фолиевой кислоты и снизить вероятность нарушения закладки нервной трубки. А давать потом уже, когда нервная трубка заложилась, это совершенно бесполезно. Поэтому здесь, я думаю, что это спекуляции на тему беременности с фолиевой кислотой. Ну, заодно и всем остальным. Продолжение следует...